Экологический коллапс. Жители поселков Балабина и Кушугум бьют тревогу. Годами они вынуждены страдать от запаха фекалий, который разносится от близлежащих очистных сооружений. По их словам, иловые площадки заполнены сверх нормы, и кроме ужасного запаха, это может повлечь их прорыв. Чтобы достучаться до власти, а также к руководству КП «Водоканал», люди вышли на митинг. Возмущенные жители поселков Балабина и Кушугум пришли к очистным сооружениям КП «Водоканал» с плакатами и противогазами. Настроены решительно, планируют и перекрывать трассу. Все для того, чтобы донести властям, их жизнь стала невыносима. Вместо свежего воздуха они ежедневно дышат едким запахом застоявшихся фекалий. Кроме того, в летнее время иловые отложения воспламеняются и горят неделями, выделяя в воздух половину таблицы Менделеева, рассказывают жители. В последние годы к стокам в очистных сооружениях, кроме бытовых, добавились и промышленные отходы со всей левобережной части Запорожья, говорят люди. Среди толпы возмущенных и запорожский бизнесмен Виктор Прит. Его семья живет здесь 20 лет. Это уже поселок, где находится. Вот здесь мы сейчас с вами стоим. Вот это отстойники, которые должны быть по технологии глубиной 40 сантиметров. Можете себе представить? На сегодняшний момент, на протяжении последних лет, эти отстойники достигли глубины уже 2,5 метра, где-то и 3. То есть берут, экскаватором просто копают и копают, и все фекалии, которые идут с города Запорожья, они здесь осаживаются. Представьте, нельзя вынести маленького ребенка на улицу погулять. Нельзя открыть окна, потому что постоянно вот это, извиняюсь, заражение, смурт, смурт, смурт. Да, фекалии, которые уже, знаете, бродят, бродят несколько лет, и такой острый запах, уже непонятно, что это такое. Мы неоднократно жаловались и собирали подписи со всех улиц. Я квартально, 30 лет победы. Мы собирали подписи со всех, пронесли подсоветы, но пока никакого движения у нас нет. Я, в принципе, сейчас уже в Балабина не живу, но раньше жила. По вечерам хочется, ну действительно, в частном доме выйти, дышать свежим воздухом. Это просто невыносимо было. Постоянная вония. Сейчас мы живем на песках, но при этом даже сейчас открыть балкон тоже невозможно. Вот последние месяца два-три – это просто что-то с чем-то. Вот ночью просыпаешься от того, что воняет. На митинг к людям приехали и представители руководства КП «Водоканал». Пытаются объяснить, какие меры предпринимают для снижения уровня запаха. Отмечают, что убрать его вовсе не удастся никак. «Карты, которые сейчас у нас есть, заполненные, сухие, готовые к выгрузке, так называемый сухой кеп, мы его выгружаем вот сюда на эти отвалы. Далее ведем дальнейшее заполнение, но уже сейчас мы применяем гипохлорид, как я вам сказал. Запаха он не дает. Можно пройти дальше, понюхать. Две рядом карты. Одна обработана флакулянтом, вторая гипохлоридом. Сами убедитесь». Объяснение Михаила Клюева митингующих не устроили. Люди говорят, им неинтересны теоретические планы КП «Водоканала». Они хотят увидеть результат. Редактор субтитров А.Семкин